Смотрите выпуски. Поездка в Беларусь и инвестиции. Главное с оперативки Хабирова. Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за отравления в детском лагере в Башкирии. Более 500 уфимцев проплыли 11 километров по Белой. Каждый в своей части должен обеспечить рост инвестиций. Я уже даже вообще не обсуждаю вопрос, что снижение инвестиций. Такого вообще это ЧП для нас будет. Очередное оперативное совещание в правительстве республики, которое состоялось 1 июля, во многом было посвящено финансам. Открывая рабочую встречу, Радий Хабиров рассказал о поездке в Республику Беларусь на 6-й форум регионов Беларуси и России, прошедший 28 июня. Одна из первых тем – вопрос электротранспорта. Было подписано в соглашение между правительством Республики Башкортостан, Минским автомобильным заводом и Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом в части реализации большого инвестиционного проекта по производству городского электрического транспорта, выпуску троллейбусов. В настоящее время все технико-экономические показатели согласованы и мы переходим к реализации проекта. Следующая тема, связанная с финансами, тоже касалась поездок, но уже внутри самой Башкирии. В своем докладе министр предпринимательства и туризма региона Зухра Гордиенко рассказала, сколько в 2023 и 2024 годах было потрачено на создание инфраструктуры для туристов в регионе. В 2023-2024 годах объем финансовых средств, направленных на развитие инфраструктуры туризма, в Республике Башкортостан составил рекордные 3,9 миллиарда рублей. В том числе государственная поддержка составила 1,6 миллиарда рублей, 2,3 миллиарда рублей – это собственные средства инвесторов. Средняя стоимость проекта составляет 30 миллионов рублей, доля субсидий составляет 40%. Информирую, что в 2024 году Республика Башкортостан на развитие приоритетных направлений туризма получила единую федеральную субсидию в размере 166,2 миллиона рублей. По объему привлеченных средств Башкортостан занимает седьмое место в Российской Федерации и на третьем месте в ПФО. Многие объекты туризма находятся на берегах рек, некоторые из которых недавно резко увеличились в уровне воды. Из-за сильных дождей и сброса воды из водохранилищ Юрюзань и Усть-Кота в Челябинской области в Башкирии резко поднялся уровень воды в реке Юрюзань. Как сообщили в региональном МЧС, в селе Малаяс Салаватского района затоплены 8 придомовых территорий. На прошедших выходных на горных рейках наблюдался рост уровня воды. Так, на реке Инзер в районе населенных пунктов Азова и Оссы рост составил более чем на 1,8 метра. На реке Юрюзань рост составил более чем на 2 метра и данный уровень пока еще сохраняется. Для контроля работы и современного опровещения населения на базе главного управления ЧС России на сегодняшний день действует оперативный штаб. Спасателями оказывается необходимая помощь населению. Я глав из этих районов прошу быть внимательными. Я в Зелевске, Салаватский район, Белорецкий. Поэтому совместно отрабатывайте. И какая помощь, если вдруг нужна, говорите. Просто заранее нужно все предвосхищать. Спасибо большое. 17 новых общественных пространств для детей. Именно таких результатов смог добиться молодой проект «Место твоих инициатив». Проект существует всего второй год, но уже пользуется популярностью среди подростков, которые самостоятельно решили создать место для своего досуга. Подростки самостоятельно придумывают идею. Мало того, что они придумывают, они это описывают, а потом еще онлайн защищают и доказывают о том, что их идея самая крутая, ее надо поддержать. После этого мы закупаем необходимое, что они просили. И они уже там самостоятельно со взрослыми, с другими волонтерами делают ремонт, принимают мебель, там все обустраивают. И это дальше они уже все самостоятельно грозды правления их. Для нового устройства нашего пространства мы вместе со взрослыми заштукатурили трещины на стенах и покрасили. Чтобы у нас было ярко и современно, мы создали комнату в виде стиль геометрия. Причем новые пространства появляются не только в городах, но также и в деревнях и селах. Вне зависимости от места жительства, подростки могут получить все необходимые материалы для ремонта и начать творить. Руководители проекта говорят также, что при выборе победителей предпочтение отдается тем, кто действительно хочет менять реальность вокруг себя. Уфимцы могут поделиться идеями для новой капсулы времени, которую заложат уже в этом году. Жители могут предложить как текст послания, так и принести памятные вещи. Требование одно. Все предметы должны ассоциироваться с современным обликом города. Выбрать идею для послания или же предложить свой текст уфимцы могут в соцсетях музея истории Уфы. Там же горожане могут и поделиться вещами. Напомним, что 12 июня была открыта предыдущая капсула времени, которую заложили 50 лет назад, в год 400-летия города. Тогда в тексте послания была просьба помнить о великих свершениях дедов и отцов и приумножать богатство отчизны. Внутри капсулы также лежали пригласительный билет на конференцию в честь 400-летия столицы Башкирии, программы торжественного мероприятия и научной конференции, а также два номера газеты «Вечерняя Уфа». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за отравления школьников в детском лагере «Уральские зори» в деревне «Зеленая поляна» в Обзелиловском районе Башкирии. Там 40 школьников отравились после приема пищи в столовой. У всех наблюдались такие симптомы, как боли в животе, тошнота и высокая температура. В Роспотребнадзоре Башкирии по факту массового отравления уже начали эпидемиологическое расследование. Взяты пробы продуктов, обследуются персонал и санитарное состояние лагеря. Напомним также, что на прошлой неделе отравились пятеро детей в деревне Кокуш Нефтекамского района. Они поели пищу, приготовленную дома, после чего почувствовали недомогание, и их мать обратилась за медпомощью. Башкирия будет сотрудничать с концерном воздушно-космической обороны «Алма-Зантей», который объединяет предприятия, разрабатывающие и выпускающие вооружения для противовоздушной обороны. Республика и компания будут совместно организовывать исследования, разрабатывать и производить беспилотные авиационные системы и их комплектующие. Кроме того, в планах также интеграция БПЛА в единое воздушное пространство, развитие инновационного потенциала транспортного отрасли региона и России в целом. Напомним также, что Башкирия первой в стране зарегистрировала кластер по беспилотникам. Ну, вы знаете, я всегда смеялась над фразой «слабоумие и отвага», и вот теперь я поняла, что она значит. Это вот в 14 градусов, ветер, волны, за тысячу километров приехать и проплыть за 2 километра в таких замечательных, будоражащих условиях. Заплыв в самом центре Уфы. Не только масштабное спортивное событие для любителей и профессионалов, но и возможность оценить красоту города с воды проплыв по белой. Дистанции было всего 6, но некоторые из них претерпели изменения. Сегодня температура в реке была слишком низкой, поэтому некоторые дистанции пришлось сократить. Например, 20 километров плывут лишь 11, а 10 километров стартует одновременно с 5. А все участники должны быть в специальных гидрокостюмах. На холодная вода, сильный ветер, большие волны. Впервые мы сократили дистанцию, вынуждены, чтобы позаботиться о здоровье участников. В целом, это самая большая сложность была сегодня. Проблема с прохладной водой действительно повлияла на атлетов. Некоторые участники колебались прямо перед стартом, а вот другие были полны оптимизма. Были мысли отменить, но в итоге решил остаться, попробовать. Это первый опыт в холодной воде. Я очень хочу, мне прямо снится, как я вот здесь вот плыву, но я опасаюсь переохладиться. Все-таки это критично для меня немножко. Ой, ну ладно, пугали многим то, что тут течение куда-то снесет, то, что очень холодно. Но я плавала уже с X-Waters в Мурманске, и там была водичка, ну, 6, например, градусов. Нормально, выплыло, все хорошо. Так что ничего не боюсь, просто хочу получить кайф. Это все иллюзия, нет, на самом деле. Вода хорошая. Хорошая? Хорошая, да. Вы плавали? Ножкой трогал. Подрит. Самое страшное было надеть, на самом деле, гидрокостюм, потому что он очень туго идет. Вот, остальное вроде не так страшно. Возможно, у вас возник вопрос, почему отличаются шапочки на пловцах. Ответ прост. У каждого заплыва свой цвет. Например, самая большая дистанция получила фиолетовый, а 3,5 километрам досталась желанная многим пловцам розовая. А вот гидрокостюмы у всех примерно одинаковые и обязательны для всех на этом заплыве. Гидрокостюм, ну, такие требования по заплыву, потом получается шапочка, спасательный буйок, ну и, разумеется, очки. А вот для участников заплыва на максимальную дистанцию скорость не главная. Тут бы доплыть и не быть пойманными уфимскими рыбами. Слушайте, ничего такого особенного не почувствовал. Вода как вода, маленько прохладная, но такого, что что-то ужас вообще не было. Единственный такой минус – это сейчас волны непривычные, неприятные. Бояться участникам было, в принципе, нечего. На воде их сопровождали спасатели и волонтеры. Если человеку плохо, он поднимает руку пловцу, мы к нему подплываем. У нас есть специальные для них пледы. Если что, накормим, успокоим, поднимем весло, и к нам подплывут спасатели. Мы занимаемся сплавами, на сабордах. Есть небольшой опыт, и это как вызов себе. И это, в принципе, интересно попробовать почувствовать на себе эту ответственность. Сегодня был очень быстрый заплыв. Связано это, видимо, еще и с тем, что реки достаточно полноводные, хорошее течение и очень высокие результаты. Очень быстрое время. То есть многие участники прямо с восторгом подходили и говорили, мы никогда с такой скоростью еще не плавали. Пока результаты неизвестны, но я думаю, я за первым местом не стремлюсь. Главный вопрос – доплыть. Главное – доплыть. Я это сделала. Все было здорово. Нашлось место и для личных историй. Дарья Зубарева заняла в своей дистанции второе место и посвятила свой заплыв подруге, которая борется со смертельной болезнью. Дарья не устает напоминать, что ей может помочь каждый. Деньги действительно нужны и на восстановление, и на разные процедуры. Они не бывают лишними. Поэтому каждая моя дистанция связана с каким-то преодолением, громким поступком. Это такая моя философия через спорт. Смотрите, на самом деле у нас глобальная цель. Мы хотим захватить мир. И мы хотим, чтобы плавали не только у нас в России, но и вообще у нас есть много заплывов на международной арене. И наша цель – объединить людей вот таким большим плавательным комьюнити, преодолеть себя, покорить водную стихию. Следующий заплыв у X-Waters будет юбилейным, сотым. Организаторы обещают кое-что масштабное и интересное. Валерия Поносова, Роман Седов, телеканал ЮТВ 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 Субтитры создавал DimaTorzok